Приветствую! Поскольку ПА это страх, то, соответственно, должны быть причины этого страха. Соответственно, речь идет о том, чего вы боитесь, что вызывает у вас чувство страха, что вызывает у вас чувство тревоги, и исходя уже из этих обстоятельств, соответственно, исходить. Если мы говорим о самостоятельном методе борьбы с ПА, то есть фонической атаки, то есть проявлении страха, то нужно, во-первых, определить, что именно вызывает у вас приступы страха. И постараться первонаперво определить эти обстоятельства, ну, скажем так, снизить свое взаимодействие с ними настолько, чтобы вы не чувствовали страха, но при этом чтобы вам было некомфортно, чтобы был некий дискомфорт у вас именно от тех обстоятельств, которых вы боитесь, которых вы опасаетесь, да, например, например, например. Для чего это нужно? Во-первых, для того, чтобы вы привыкали к контролю. То есть когда вот этот вот страх будет, значит, подконтролен вам, ну или, по крайней мере, вы так будете чувствовать, что он вам подконтролен, соответственно, появится ощущение, что вы умеете, что вы можете им управлять, и что он находится под вашим управлением, под вашим надзором. И, соответственно, такой беспомощный, какой вы чувствуете себя сейчас, вы не будете ощущать, потому что будет контроль. Ваш контроль будет уже над этой ситуацией. Это первое. Это первое. Второе. При определении обстоятельств необходимо, ну, если вот вы определили обстоятельства, если вы знаете, какие они, то нужно обязательно себя одергивать, как бы. Вот вы чувствуете, что начинаете бояться. Одергиваете себя и говорите, чего я боюсь именно. Далее. Далее. Произошло ли это? Далее. Если произошло, насколько это страшно для меня? И в такой же обстановке, когда ничего не происходит еще, когда нет этого обстоятельства. Вы можете представлять себе, что это обстоятельство уже наступило, и думать о том, как бы вы себя повезли в этом случае. Как бы вы действовали, если бы вот наступило это обстоятельство. То есть, своего рода, как бы, продумали бы себе план. То есть, как бы вы будете вести себя, если это обстоятельство наступит. Чтобы у вас уже была готовая модель поведения в этой ситуации. И, соответственно, естественно, что страхов будет меньше у вас. Потому что, когда ситуация будет, когда ситуация наступит, вы уже будете знать, как себя вести. Вот и все. Это важный такой момент, о котором нельзя забывать. Далее. Если у вас есть проблемы, например, с концентрацией своего внимания. Ну вот, то есть, если вы не можете сконцентрироваться. Если вот, ну вот, не можете вы заставить себя думать от черта одном. То я предлагаю упражнения на работу с вниманием. Цыточек бумаги берете и какое-то время смотрите на него. Буквально две-три-четыре секунды. И пытайтесь, чтобы только он был в вашем сознании. Чтобы ничего больше в вашем сознании не было. Вот. Чтобы вы думали только о нем. Только об этом листке бумаги. Вот. И, соответственно, соответственно, если вы будете это делать регулярно, там хотя бы три-четыре раза в день, то вы сможете свое внимание натренировать. И, натренировав свое внимание, вы сможете успешно использовать эти средства, которые я вам дал, для работы со своим страхом. Однозначно хочется сказать, что страх абстрактно не нужно избавляться. Страх – это защитная реакция, которая нужна. Соответственно, для вас это сигнал к тому, что от чего-то нужно защищаться. Вопрос в том, от чего и нужно ли, и как. Об этом подумайте самостоятельно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...